Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. И остановить эту войну. Или нас отправить туда, как миротворцев. Что касается бойцов Хамас, они выполнили все блестяще. Друзья, всем привет. Вчера в ООН Россия открыто себя признала террористом. Не Бензи этот подонок признал, что они ударили по грозе, по похоронам. Убили там 52 человека и он просто все это признал. Просто что-то невероятное, как террористы всего мира объединяются. Россия, Хамас, Кадыров. Сейчас все это покажу вам и расскажу. Очень важно, чтобы это видео как можно больше людей посмотрели, чтобы узнали об этом. Это еще будет обязательно в материалах суда, в Гаге, трибунала над Россией. Поэтому помогите мне поделиться. Жмите кнопку лайк, палец вверх. Обязательно шерьте и комментируйте. Пишите, как вы думаете, почему Россия уже, собственно, перестала скрываться. Действительно, вчера в ООН, в Среди Безопасности, было очередное шоу Не Бензи. У них же там классика. Мы не бьем по гражданским объектам, только по военным. Вы слышали всю эту чушь тысячу раз. Высокоточным оружием. Ну, мы все видели это высокоточное оружие. Разрушено пол Украины гражданское. Но они продолжают это все чесать. И вот он, с одной стороны, вчера эту же песню продолжал. Послушайте. Оно становится законной целью для ударов, в том числе и с точки зрения МГП. А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ООН является его грубейшим нарушением. И приводит к трагедиям, о которых мы сегодня уже упоминали. Вновь подчеркиваю, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся. И если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилище и портовую инфраструктуру, значит уничтожаться будут и они. Но потом неожиданно совершенно признался в ударе по грозе, в которой, напомню, погибло 52 человека, включая детей. И он говорит, это были похороны высокопоставленного националиста. Ну, какой-то жуткую чушь несет. В общем, посмотрите. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее. А потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с грозой. Не бензи этот, подона, который сидит там в Нью-Йорке, сладко спит, вкусно там жрет. Ему еще, наверное, кто-то руку там даже пожимает. И вот он сидит оттуда и рассказывает, как они ударили по похоронам. Ну это, конечно, запредельно. Еще раз, возможно, он просто, знаете, уже, ну что там, как говорят, ляпнул. Но, конечно, вряд ли. Там он читает по бумажке, речь готовили. Или, возможно, они на фоне Хамаса почувствовали, что они тоже террористы. И хотят, понимаете, в своем террористическом сообществе показать, что они тоже могут. Это такая террористическая бравада. Возможно, они уже настолько охренели, а мы видим, что, так, Путин там подрасправил крылья. Сидит там же Валда и там что-то в чешет, там втирает. Что они почувствовали свою безнаказанность и поэтому это несут. Как бы то ни было, прозвучало очень важное признание в терроризме. И не от какого-то там, извините, знаете, там солдата безымянного или пленного, который, ну мало ли что скажет. От одного из руководителей российского государства. Ну это очень высокий статус имеет Небензя. И это очень-очень значимо. И это, конечно, мы используем обязательно и в трибунале, и в суде. Ну и дальше Небензя, да, вот тоже продолжает будем военными целями, военными способами добиваться своих целей. Вы других способов вообще не знаете, посмотрите. Против мирного населения Донбасса и была призвана наша специальная военная операция, цели и задачи которой мы выполним военными методами. Если на их решение мирными методами Киев и его западные гураторы так и не согласятся. Благодарю вас. Ну давайте перенесемся из ООН к другим террористам российским. Еще есть такой террорист Кадыров. И вот этот террорист вылез поддержать Палестину. Ну конечно, поддержать Хамас. Что тут можно ждать другого? Значит, и говорит, вот мы готовы. Ну правильно, одни террористы поддерживают других. Ну посмотрите, его пост. Говорит, поедем, отправимся. Что, куда? Миротворцы. А-а-а, Кадыров миротворец, друзья. Ну непонятно, зачем им нужно туда. Вообще классическая, кстати, по поводу Небензи. Это классическая такая террористическая тактика. Снимать свои убийства, казни, как это делает Хамас. Может Небензи они решили, так мы тоже должны так, что мы там скрываемся. Давайте в открытую. Вот, и Кадыров тут говорит, мы поедем, значит, что-то туда делать. Что, будешь помогать снимать тик-ток видео, как они убивают и режут людей? Ну они это и сами походу умеют. Ну в общем, послушайте этого воина. Еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и нашу государству поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда, как миротворцев. Мы определим и мы остановим их, кто не прав, кто прав, определим и остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость, Аллаху Акбару. Еще один террорист. И вот даже не остановило то, что во время обстрела в Хамас пострадала мечеть, которую он там построил через своего отца, там под Иерусалимом. Посмотрите. Ну что уж тут, какая разница, уж там мечеть, когда дело помощи одних террористов другим. Рыбак рыбака видит издалека. Террорист террористу должен помочь. Вот логика Кадырова, Хамаса, Ирана и России. И поэтому тут нам, друзья, удивляться совершенно нечему. Ну и на российском телевидении они прям восхищаются Хамасом. Говорят, посмотрите, какие красавчики. Там говорят, да, ну там какие-то есть дикари еще побежали. Но Хамас, как все, ох, говорят, красиво. Посмотрите. Теперь то, что касается Хамас. Скоординированность действий Хамас потрясает. Они вошли 20 группами, выполнили все задачи. Они знали, где находятся высокопоставленные офицеры, знали их адреса. Они кого надо арестовали, вывели их в сектор газа. Я уверен, что они уже даже не в газе. Я думаю, что их уже переправили дальше для того, чтобы выкачать из них всю информацию. Именно эта скоординированность, естественно, подтверждает, что глазами, ушами Хамас являлась иранская разведка. Невозможно, сидя за колючей проволокой, просто все это просчитать посекундно. То, что касается дикарей, которые выбежали, естественно, мы их должны осудить. Это были просто, знаете, как вот Муамра Каддафи, кто казнил, фактически, кто его там насиловал железной трубой. Это озверевшие люди, которые уже сколько лет сидят за колючей проволокой в резервации. Что касается бойцов Хамас, они выполнили все блестяще. Друзья, ну вот так. Помните был лозунг? Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Теперь, похоже, новый лозунг России. Террористы всех стран, объединяйтесь. И вот они объединяются с Хамасом. Ну что же, пусть объединятся перед тем, как мы всех вместе и уничтожим. Друзья, держим строй.